Приветствую вас, друзья, мои подписчики, зрители и все те, кто интересуется Оракулом Курасун и тем, каким образом можно им пользоваться, как интерпретировать карты. Для этой цели я решил сегодня сделать расклад. Расклад из книги, которая прилагается к колоде. Он называется «Сердечный ньян». Расклад состоит всего лишь из двух карт. Первая карта у нас мужская половинка вашей личности, которая передается с отцовской стороны, и вторая женская, если можно так сказать, которая передается вам по материнской линии. Две энергии, которые, сочетаясь вместе, образуют вашу индивидуальность. Давайте попробуем сделать такой расклад. А если кому-то он будет резонировать, если кто-то почувствует, что это о нем, замечательно. Если нет, то вы можете просто воспринять это видео как обучающее. Итак, сейчас мы с вами попробуем сделать расклад на Оракуле Курасун. Две энергии, которые формируют личность. Итак, это первая карта. И вторая карта, она немного, скажем так, она немного будет под первой. Она как бы скрытая немножечко. Так, мы с вами рассматриваем первую энергию. Что самое интересное, первая энергия активная, которая передается по мужской линии, она и отображена очень активной, если можно сказать, мужской картой, которая называется Митра. Эта карта в колоде несет исключительно мужскую, исключительно логическую, исключительно прямолинейную энергию. Эта карта говорит о ясном уме, о способности анализировать, о способности предугадывать события при помощи аналитического ума. Это карта активности, карта стремления вперед, карта ясности, всего того, что можно потрогать. Вторая карта у нас, которая вам передается по материнской линии, это пламя хаоса. Это пламя, надо сказать, две карты дают такую взрывную энергию. Вот карты вот таким вот образом как бы формируют сердце, если их вот так вот сложить. Надо сказать, взрывную, взрывная смесь по матери передается такая, скажем так, тоже изощренность ума. Карты очень индивидуальные, очень, скажем так, интеллектуальные. Карта лиса, карта хаоса, это такая немножечко ведьминская карта, если можно так сказать. Это хорошая выживаемость, это хорошая приспособляемость или приспосабливаемость. Это такой практический тоже взгляд на вещи. Хитроумный человек. Это способность всегда взять свое, всегда, как бы сказать, в общем, своего человек не упустит. Хороший сыщик, хороший следопыт, хороший наблюдатель. То есть вот такая вот у вас гремучая получается смесь. Очень активная натура жизни, стойкая, если можно так сказать, в хорошем смысле этого слова, изворотливая. При этом, сочетаясь вместе, карта Митера накладывает на карту вот хитрой лисы такую ясность. То есть, если вы и хитрите, то своим близким людям вы сообщаете о своих планах. Ну, здесь очень продуманный человек. Здесь очень интересная энергия, очень динамичная личность, которая не может сидеть на месте, которой хочется куда-то влезть, куда-то хочется двигаться. Пламя хаоса, она еще такую немножечко дает желание залезть в курятник, скажем так, в чужой. Узнать, что там у людей происходит, выведать, разведать, разнюхать, узнать. То есть, такой хороший шпион, хороший такой следователь. Ну, вообще, не удивлюсь, если мужчина смотрит расклад. Хотя больше женщины интересуются такими тематиками. Здесь такая очень активная энергия. Вот, я бы сказал, какой-то следователь, какой-то аналитик, какой-то человек. Возможно, в каких-то, возможно, даже в государственных учреждениях работающих. Вот, так что, надеюсь, вам этот расклад помог. Он такой коротенький. Первый расклад на колоде на моем канале. Я хочу посмотреть на вашу реакцию, если будет обратная связь. Если вам интересно посмотреть, еще буду рад. Если кажется слишком коротким расклад, давайте попробуем сделать на два или на три варианта, чтобы у вас была возможность интуитивно выбрать свою позицию. Если вы заинтересованы, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, чтобы я ориентировался на ваши запросы, на ваши интересы. Всех вас поздравляю с Самайном, с древним праздником. И желаю вам всего самого хорошего мира, добра и всего, чего пожелаете. Все, до свидания.